Ну и какая Лига без дождя, друзья? Ну привет! Да, дождик не в кассу пошел. Вот идет шествие, и вот Янис и Лига. Они всегда здесь у нас участвуют. Каждый год это шествие происходит, и колпа людей, посмотрите, языческий момент. Все как единая целая масса народу, энергетика просто сумасшедшая. Все как одно, как одна масса. Темненький Янис идет. Смуглинкий, посмотрите. Смуглинкий Янис. И с пивом заметьте. С пивом, да. Смуглинкий Янис. И с пивом заметьте. С пивом, да. Это шесть метров, шесть метров идут. Ну там еще много-много идут. А сейчас там будет спускаться... Это сено, да? Будет бочка, деревянная бочка будет катиться. Внутри сена его поджигают, и на цепях его аккуратно катят к главному кострищу. Там, где будет, как говорится, апогей всего вот этого языческого нашего обряда. Как же мы туда пролезли, да? Вот, посмотрите, снимайте. Вот эти колеса. Вот эти колеса будут поджигать. Вот это вот. И будет спускаться по горке вниз туда. Да, соседка. Что там такое там? Лига, пожалуй, самый древний праздник в Латвии. Во всяком случае, когда на территорию нынешней Латвии более 800 лет назад пришли крестоносцы, этот праздник здесь уже был. Более того, никакими силами невозможно было заставить народ отказаться от непонятной в католической церкви праздника, когда язычники зачем-то прыгали через костры и собирали разные травы. Так что церкви пришлось смириться с праздником Лига, который на протяжении столетий празднует народ в Латвии. Лига, или Яновый день, как раз приходится на самую короткую ночь в году. Яновую ночь. Это как раз поворотная точка года. Если на Рождество приходится самый короткий день и самая длинная ночь, после которой зима идет на убыль, то Лига приходится как раз на день летнего солнцестояния, а самый длинный день – самую короткую ночь. Это, разумеется, имеет цикральное значение. Недаром древние латыши ни за что не отказались от главного праздника года. Лига, возможно, даже важнее Рождества. И ночь, хоть и короткая, должна вместить в себя массу событий. Лига празднуют и другие народы. Просто называется он по-другому. Янов день, День Ивана Купалы и другое. Праздник этот очень древний и связан он с древними традициями, земледелия, с ритуалами, способствующими урожаю, плодородию, почвы и появлению приплода у скота. В нем наблюдаются отголоски совсем древних пультов, способствующих плодородию. Для плодородия, для урожая очень важна вода, а свет и тепло всегда ассоциировались с огнем. Поэтому ритуалы, связанные со стихиями воды и огня, на Лига приобретают особую важность. Искупаться в реке или озере, или даже пройтись в поросистой траве считается целебным. И, конечно, какая же Янова ночь без костра. Костер должен быть большим. Его цель не только освещать или греть, но и отгонять злых духов, чтобы те не покушались на урожай. Костер должен гореть до рассвета, до первых лучей солнца, чтобы ни одна нечисть не осталась в живых от этого очистительного огня. Ну и как же не позаботиться о себе самом? Чтобы освободиться от злых сил, так и норовящих преследовать человека, в ночь Вига просто необходимо перепрыгнуть через костер. Никакой злой дух не сможет этого перенести. И тут же свалится в огонь. А человек, свободный от зла, пойдет дальше. Влюбленные прыгают парой, как я уже говорила, взявшим за руки, чтобы никакие злые силы не помешали их счастью. В жертвенный костер следует бросать наговоренные платки, рубашки, чтобы избавиться от напастей и болезней. Но, как я заметила, на этом празднике будут бросать венки в костер. Не знаю, почему именно венки стали бросать, потому что венки, я знаю, их по воде пускают. Ну, видимо, тоже вместо рубашек, наверное, да, я так думаю, поэтому бросали венки. Потом позже вы это увидите. Настоящий лиговский костер разжигают путем трения друг от друга кусков дерева двух пород – дуба и ели. В лиговую ночь мужчинам советуется искупаться на гишом, а женщинам покататься тоже ногами по утренней лиговской росе. Роса на лига обладает магической силой. По народным поверьям, это универсальное средство от угрей и прыщей на лице. Лиговскую росу используют в доме, обрызгивают стены и мебель, чтобы в дом не проникла никакая хворь. Для этого берут чистую скатерть, которую катают по утренней траве, а после выжимают в влагу, приготовленную в посуду. Ходить по росе, исцеляться от недугов. Есть сыр с тмином. С древних времен считается, что попадающийся в дольках тмин, если его хорошенько разжевать, избавляет от различных горей и жизненных напастей. Венки, сплетенные ядовую ночь, имеют магические действия. Эти замкнутые круги надо надевать на голову не только себе, но и домашним животным. Мужчинам энергетически мощный дух, женщинам нежные цветочки. Искать цветок папоротника в полночь – символ счастья. Красивая легенда о том, что папоротник цветет всего одну ночь в году на Лига. Только так можно почувствовать все волшебство и таинственность этой ночи. К началу праздника крестьяны должны закончить полевые работы и подготовить угощения – пиво и сыр. Солнце символизируется круглыми золотистыми головками сыра. Неизменные угощения в день Лига. Хозяин специально варит пиво. Хозяйка готовит специальный Янов сыр. Интарно-желтый с тмином. У каждой свой рецепт. Сам Янис участвует во всех обрядах своей встречи. Он провожает Янисовых детей, сидя на высоком дереве, и освещает им дорогу в лесу. А дети припровождают Яниса в усадьбу. Около усадьбы Янис забирается на высокий дуг или на воротный столб и оттуда трубит в трубу, созывая всех на праздник. Дети Яниса с песнями и веселым гомоном стучатся к хозяевам, а те гостеприимно распахивают перед ними двери. Янисовых детей принимают в доме с угощением, как будто это пришли самые маленькие божества. И как мы видим, уже разжигают огонь, который покатится вниз к главному костру, где загорится с помощью этого главный костер сегодняшнего праздника. Да, кстати, сейчас все гости этого праздника будут спускаться вниз за горящей бочкой, в том числе и я. Я вам показывала, недавно познакомились мы здесь с хорошей парой. Не зря нас Бог свел, наверное, потому что, когда я спускалась вниз, в моем платье могло загореться. И девушка, с которой мы познакомились, зовут ее Светлана, можно сказать, спасла меня. Потому что, когда мы спускаемся от этой бочки, отлетел кусок сена, горящего сена, такой тлещий было, да. И я не видела, и я шла прямо на это сено. А дело в том, что платье у меня длинное до самой земли. И я шла прямо этим платьем, своими ногами на это сено. Она это увидела и остановила меня. Вот все-таки Бог подстрелил мне соломку, в виде Светланы, наверное. Светочка, спасибо вам огромное, что вы меня, можно сказать, спасли от огня. Друзья, вы только посмотрите, сколько народу в этом празднике. Как мы все едины, как все так красиво. Этот огонь, даже этот дым, вот это настроение, это дорогого стоит. Жалко, что такое праздник только раз в году. С удовольствием буду ждать, с нетерпением буду ждать следующего года, чтобы опять учтиться на этом празднике. Мой самый любимый праздник – Лига. К сожалению, из-за дыма не видно, как эта бочка упирается в главный костер. И как этот главный костер зажигается. Но дело в том, что шел дождь, дрова намокли, бревна даже, не дрова, а бревна намокли. И немножечко тяжело разжигался костер. Но как бы там ни было, все равно его разожгли. Лига, лига, ляга. Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите, сколько народу было впереди и сколько сзади. Здесь просто огромное количество народа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как мы видим, потихоньку стал разгораться большой костер Главным костером этого праздника А женщины и девочки до сих пор продолжают бросать венки в костер и дальше тоже будут бросать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этот маленький костер, который горит перед большими бревнами, перед большим костром, это та бочка, которая скатывалась по горке вниз и врезалась в этот большой костер, который скоро-скоро разгорится и будет хорошо гореть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но никому не хочется уходить от костра Субтитры создавал DimaTorzok Костер, это так интересно наблюдать за этим Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА